здравствуйте коллеги сегодня в астрогео клубе у дмитрия мирцева очень интересный гость и несмотря на то что я недавно принесла сложную достаточно для себя операцию еще не полностью остановилась я не могла отказаться от этого интервью и очень надеялась что она состоится и рада вам представить майкла милихова немножечко расскажу вам майкле майкл психолог и номеролог он путешественник он публицист он президент и основатель центра сангейс основатель и руководитель международного проекта центра сангейс это университет развития личности он действительно член неосферной духовно-экологической ассамблеи член неосферного концептуального совета мира советник неосферного движения новый мир отчетный профессор университета ставра пегион по-моему так да правильно и президент академии в чикаго и еще нескольких компаний в чикаго и можно говорить нам еще очень много о том кем является майкл но я надеюсь что это мы проясним в интервью я просто добавлю что у майкла очень много интересов и он является действительно экспертом по многих областях ему известны многие сакральные так скажем науки правильные так можно ведь наверное сказать и сегодня до совершит вместе с нами путешествие по своим знаниям и расскажет нам о своем жизненном пути майклом очень рады вас приветствовать здравствуйте здравствуйте я простите любовь я отвечу тему которая смотрит сейчас конкретное время по в реальном времени на ютюбе у нас есть зрители и звука нету почему звук идет у меня в наушниках поэтому звука нету от любови но я буду во первых мои ответы все будут слышны еще раз это пресс-конференция что ли поскольку тут есть много людей которые могут задавать вопросы но эти вопросы я на них буду отвечать поэтому все будет слышно когда я буду говорить а я буду озвучивать вопрос ну то дублировать короче говоря вопрос для youtube зрителей хотя эта программа записывается и так или иначе она появится но тем не менее если кому-то интересно и вопросы могут задаваться как из чата из гео астроклуба вот так и в принципе наши зрители тоже могут задавать вопросы те которые смотрят сейчас все до слушаем у майкла три образования полученные в разных странах расскажите пожалуйста майкл где вы учились какие специальности вам были интересны почему именно они явились тем что вот было вам интересно ну три образование это все условно поскольку я не считаю что это так сказать образование я бы сказал так более уточняющее это на трех континентах образования то есть первый континент это понятно бывший советский союз поскольку 32 с лишним года тому назад я уехал вот и поселился так сказать городе чикаго соединенные штаты вот столько вот количество лет я там проживаю имея образование здесь но самое главное мое образование вот это самое на мой взгляд интересно которое я получил на востоке и это не обязательно должно быть какое-то даже в среднее выше это начальное образование а поскольку уже в статусе профессора я был приглашен это это в анкете может быть нет есть все таки я был приглашен читать лекции в университете экологи индии что самое интересное то есть получается западный человек должен приехать туда где вообще-то говоря все началось и им читать какие-то лекции да вот ну то есть ну это так сказать дань тому чего я изучаю вот это самое главное с моей точки зрения образование поскольку но включает себя совсем категорически не то чему мы учились чему-нибудь и как-нибудь как известно да вот но так какие бы мы не были все умные звездные и так далее но тем не менее где то есть другая сторона шара земного где оказывается все по-другому оказывается и все но если не наоборот то что не так поэтому вот в частности вот такое вот такое образование ну без деталей пока в общем майкл мы проживая в россии сначала смотрели на запад как на страну в которой море возможностей теперь мы силу обстоятельства некоторых смотрим на эту страну даже с некоторым непониманием или страхом информации которые сейчас так много в мире сложно доверять и вот вы проживаете именно том пространстве о котором мы сейчас вот не знаем что и думать как вам вот как личности удается там реализовать себя действительно ли там сохранились возможности для реализации замечательный конечно вопрос но чтобы я хотел сказать я помимо всего прочего занимаюсь просто психологии для себя уже лет пятьдесят пять и это психология человеческой личности поэтому и центр называется сам гейтс английский это солнечная ворота и центр центр такой youtube это все таки вот сегодня мы это как бы шоу что ли да арена какая-то внутри находится университет онлайн университет я проучилась где-то порядка четырех четырех с половиной тысяч наверное онлайн студентов по многу раз может кто-то учится вот и я чему это говорю потому что учится с разных абсолютно континентов но где-то порядка 37 38 где-то я когда-то читал по демографии стран и присутствует все континенты собственно говоря у нас но кроме антарктиды пока еще пока еще там не проявилась вот это отдельная программа вот потому что там удивительные вещи будет происходить так вот в америка до соединенные штаты то есть вообще с моей точки зрения я только говорю я люблю сравнивать что-то с чем-то иначе зная одну машину да как говорил званецкий вот если не видел другой машины наш запорожец вот такая машина вот поэтому то что мы читаем вот или то что я читал в двух газетах да правда где нет известия в том анекдоте русском советском точнее а в известиях нету правды ну простите так сказать если не сказать все не так да а других газет не было как говорил профессор преобразенский да ну это вообще не надо читать никакие газеты короче оказывается не так мягко говоря да не так вот ну и здесь не то что реализоваться реализоваться можно любому человеку как угодно здесь только единственный момент нельзя нарушать законы но на закона как бы нельзя нарушать нигде да казалось бы да но есть вещи которые видны с точки зрения законов есть законы высшие правильно а я законы наши земные там уголовный кодекс там российской федерации да примеру но 10 процентов кодекса наверное знает каждый до 10 процентов а сто процентов видимо не знает никто поэтому там но это следующее наверно вопросы будет вот там находится гораздо больше вопросов да там счет идет на миллионы вопросов но не вопросов а законов вообще-то говоря и вот соединенных штатах эта планета там было бы все замечательно и здорово я сейчас буду как бы процесс продолжительный возможно будет ответ вы уж простите да но дело в том что мы очень и очень мало знаем я зайду с всех времен которые были до до исторических мамонтов еще да поскольку оказывается тогда до этих мамонтов и оказывается жили люди вот это не так на востоке выяснилось так сказать мне объяснили да так вот соединенные штаты были задуманы или придуманы в средние века да и это был как я не буду говорить кто что почему но это была определенная организация где один удивительный совершенно человек очень известный в то время человек сегодня трудно найти конечно но это эзотерические такие вещи у него было 22 сына 20 20 он этим очень гордился и вот совместно со своими вот этими детками он создал страну как образец для добра для подражания и эта страна называлась теперь она называется так соединенные штаты америки да а сам американский континент состоящий но то не было соединенных штатов сколько там 280 лет примерно да но тогда же не было соединенных штатов была америка да американский континент сказать сейчас южная америка так вот когда-то еще совсем давно тысячи лет и так 40 тому назад тысячи 40 тысяч лет примерно когда утонула атлантида не она же не вся утонула то есть кто-то как бы чувство кто-то как бы знал кто-то как бы спасся и вот они перешли на ну короче они убегали от этой катастрофы и они убегая убегая прибежали на континент вот который теперь стал называться америка тогда конечно так не назывался вот это были потомки которые потом стали как и стали называть индейцами то есть краснокожими потому что цвет кожи атлантов об этом еще раз это эзотерические вещи вы уж простите если кому-то это непонятно кто-то не так считает но тем не менее вот и они были цвет кожи красный они были краснокожие и но поскольку это все-таки были потомки атлантов мы допускаем а атланты умели летать это была высокотехнологическая цивилизация как мы знаем и они кстати сохраняли все законы ну была причина сейчас не будем даваться в детали короче говоря с одной стороны пришли туда вот эти вот потомки атлантов с другой стороны в средние века уже в наше время до 1500 1600 года например а может и позже позже наверно все таки 18 наверное все таки это был вот было осознано вот такое вот как бы государство для подражания после люди стали терять знания они к сожалению калиюга это называется и они стали деградировать своем понимании и предназначение и вообще кто мы если чего мы есть и так далее так далее ну и соответственно ну вот так появились появилась соединенные штаты то есть остатки все-таки законов есть совершенно удивительные и это отражается что самое интересное но все перешло знаете как все перешло на 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 уровень бизнеса то есть вообще-то говоря это я бы сказал планета бизнеса но в бизнесе исповедуется один закон который неизвестен или мы слышали но не не делаем это я постоянно об этом идет речь мы не применяем этот закон так он гласит следующий бизнес он инвестирует да он инвестирует своего время до свои деньги и это называется бизнес а в бизнесе никто ничего не гарантируя но смысл какой отдавая а не получают поэтому чем больше мы будем инвестировать чем больше мы будем делать хотим получать добро будем давать добро хотим получать любовь, будем давать любовь. Хотим получать негатив, думать о войне, получим войну. Только и все. Это закон, вселенский закон. И вот там это употребляется. Поэтому человек, который первый, конечно, категорически нельзя нарушать законы, потому что американцы, они, во-первых, они как дети, во-первых, надо сказать, они верят всему. Изначально они верят. Ну, в основном, конечно, есть много нюансов. Но они верят. Но если ты, не дай Бог, что ты там их обманул, все, с тобой никто больше дела иметь не будет. Слово обязательно в бизнесе. Если ты не появился на конференции, к примеру, вот назначена конференция или там какой-то разговор, если ты не пришел один раз, да, причем один раз, ну, прощается, бывает, всякое бывает, да, если объяснение. Второго раза, ну, ты потерял, короче говоря, после первого раза, ты потерял половину клиентов, 50%. На второй раз, где-то есть, где-то вообще с тобой не имея дело. Но если даже имею, то ты потерял уже 80%. Третьего раза не бывает. Поэтому надо очень строго соблюдать слово свое. Поэтому точность, вежливость, королея, как известно, было когда-то. А сегодня? Ну, я просто знаком с многими этническими группами, тем более, что я имел очень большой офис в свое время. Сангейс. Реальный, так сказать, офис. Это сегодня онлайн, да? Да. А вот до ковида он существовал. Вот. Где приходили люди? Я сталкивался с очень и очень многими людьми. Ну, и, к сожалению, понятие бизнеса. Я привожу в пример всем, наверное, известного, да, режиссера, которого уже нету. Но это был очень известный режиссер, Эльдар Рязанов, как мы знаем, да? И вот в общении с моим братом, довольно известным человеком в свое время, он сказал, молодой человек, как бы мне не хотелось сказать, я-то нашим зрителям повторял неоднократно. Как бы мне не хотелось сказать о том, что, ну, я являюсь, конечно, патриотом, но нам до вас, простите, да, лет 40, так он сказал. А это было лет, ну, вот, пару лет до его, значит, ухода. Время сокращается, безусловно. Потенциал невероятный. Поэтому я говорю на русском языке, хотя центр американский. С очень и очень серьезным рейтингом, вообще-то говоря, официально зарегистрированная структура в Соединенных Штатах и в штате Иллинойс, там, где я проживаю, Чикаго, это Иллинойс, да, это надо обязательно, то есть штат, это, ну, ну, и Соединенные Штаты. Вот. И это очень серьезная репутация, если набрать по-дески в Google, то можно найти, хотя сегодня уже и в Яндексе, и сегодня уже в средствах других, это очень и очень много есть. Ну, там, моя персона, допустим, и Центр Сан-Гейс, поскольку очень много программ. Вот. Но мне было дано, когда я приехал на Восток, мне, так сказать, я понял о том, что я хотел бы не с американцами иметь дело, и я не хочу с ними иметь дело, хоть и проживаю тут 32 с лишним года. А почему? А потому что вообще-то по предсказаниям, по ведическим предсказаниям, восстановление или духовность, она придет с региона, который называется Западом, а западный регион это то, что мы называем Западом, не понимая вообще, о чем идет речь. Стороны света, которых, кстати, не 4, а 8, чтобы мы знали, да, ну, по ведическим прогнозам, не прогнозам, а по законам, да, 8, то есть, всегда посередки, скажем, северо-восток, юго-запад, ну, в общем, короче, 8 сторон. В этом я могу привести очень много в этом плане аналогий с современными системами, астрологическими, в том числе, почему, да, но все-таки, вот, завершая вот этот разговор, это все западная система, хоть и постсоветское пространство, хоть и Соединенные Штаты, но восстановление придет, как было сказано, из России. Имеется в виду не Россия, та, которая сегодня, страна Россия, да, а имелась в виду Русь. До той Руси, которая стала называться Русью, да, не имеет никакого отношения, там, киевская, московская и так далее. Нет, это было значительно раньше. Просто земля, на которой сегодня находится пространство, где, откуда я родом, да, и откуда все вы находитесь, да, и многие из наших зрителей, это называлось местность, называлось Пхарата-Варша. Варша переводится, как местность, в санскрите, а Пхарата по имени императора, который был императором всей земли, как бы он считался, и огромную территорию, вот здесь, Пхарата-Варша, это было древнее, скажем так, не древнее, точнее, окраине с запад, но типа скандинавские страны до юго-восточной Азии, включая всю территорию бывшего Советского Союза. Это была огромная территория, где соблюдались абсолютно все законы, и где император, или повелитель, ну, не знаю, как угодно его называть, царь, вот этот Пхарата, жил, как бы, жизнью своих потаныш, то есть, он соблюдал все свои законы, естественно, это было благоденствие на земле, но наступил период определенный, в котором мы сейчас все находимся, и люди стали терять свое понимание божественности, и стали деградировать, короче говоря, этим все объясняется, и когда мне стали об этом, ну, я, конечно, дальше все это самоизучал, и продолжаю все это делать, но я, находясь там, я понял действительно, и это очень логично, и это очень, вот слово карма, допустим, да, это все объясняется словом карма, то есть, совершение действия, получение, соответственно, возвратного какого-то действия, ну, обратный связь, короче говоря, так, понятнее будет человеку, но все, я прошу прощения за длинное такое объяснение, да. Очень интересно узнать о вашем духовном университете, но для начала все-таки хочется уточнить, вы находитесь на континенте, связанном с бизнесом, вы осваиваете духовную сторону жизни, но при этом, находясь в стране, в которой бизнес так хорошо развит, удалось ли вам реализовать и эту сторону жизни, которая связана с материей, как таковой, законами материального мира? Ну, могу сразу сказать, что да, поль скоро я, так сказать, именно здесь стал получать вот эти всякие там признания, регалии, поскольку по линии ЮНЕСКО я являюсь еще послом мира, ambassador of the world, мое имя занесено буквально вот несколько, две недели или три недели тому назад, занесено в книгу «Who is who» или «Кто из кто», это самая значимая литика как раз таки по профессии. и, то есть, показатели говорят «да», но материя, что такое, еще раз, мир материальный и мир бизнеса, да, материальный, понятно, да, но бизнес – это не слово, то есть, понятие, скажем, человека постсоветского, так, бизнес – это деньги, нет, бизнес – это busy, а слово время, то есть, ты можешь заниматься бизнесом, то есть, ковать, как говорят по-русски, бабло, или ты можешь инвестировать свое время, busy, занятость, во что-то другое, это не обязательно должно быть деньги, но просто наш человек, так сказать, понимает это только таким образом, вот, но, по статистике, скажем, русскоязычные люди – это одна из тех категорий, которые добиваются гораздо быстрее успехов, чем американцы, да, коренные американцы, несмотря на то, что, конечно, они тут проживают, но американцев коренных, собственно, нету, это все равно в поколениях это эмигранты, то есть, это страна, собственно, не американцев, а эмигрантов, просто они уже много лет прожили, во многих поколениях они уже считаются американцами и так далее, но, вот, почему добиваются, скажем, больше всего успеха русскоговорящие, да, это потому, что вот остатки все-таки знаний, или, как говорит, в крови эти знания все равно существуют, они есть, позволяют человеку добиться больших успехов, ну, а если говорить не только о западном мире, или восточном мире, или так далее, а вообще о всей земле, то существует 14 планетарных систем, и мы относимся к самой, это ведом, да, и мы, и Земля относятся к нижнему из высших слоев, но это тот плацдарм, с которого можно попасть в духовный мир, напрямую, поэтому обитатели нижних миров, да, как и небожители, или там, скажем, их называют там ангелы, архангелы, я знаю, это так, как мы понимаем, или девоты, суры, по-другому, или полубоги, их так называют, да, они тоже стремятся попасть на Землю, поскольку жизнь все равно она ограничена по времени, хоть и там есть люди, которые живут, или высшие существа, которые живут миллионы, миллиарды, а то и триллионы лет, есть такие, да, но для них это те же самые сто лет, у них просто отчет другой идет, правильно, так и те внизу, которых зовут асурами, демонами, я знаю, многие там называют, они тоже стремятся попасть, они хотят получить жизнь вечную, они хотят попасть в мир духовный, вот, поэтому начинать все-таки мы должны с материями, но коль скоро мы есть душа, душа, да, наша душа, то облаченная, скажем, вот в это тело, как в скафандр или костюм, то существуют все-таки задачи на воплощение, как астрономеролог, то, что я, так сказать, постигаю эту науку, и которая начал учиться там на Востоке, я, особенно, занимаюсь еще и психологией, знаю, как и ту сторону, и эту сторону, то есть, восточную астрологию, там, и западную, ну, я не считаю себя великим там, ну, какие-то вещи я знаю, и для меня главная эволюция человека, ну, и как ее начать, и причем начать ее надо, ну, прямо с рождения, поскольку в те времена, в давние времена, не было вообще на земле человека, который бы, которому бы не делали гороскоп, то есть, ну, если ты родился, ты должен знать, или родители, по крайней мере, должны знать, кто ты, и для чего ты, поэтому, у меня есть знакомые, хорошие, да, которые имеют 20-ти летний экспириенс, опыт, то бишь, в возрасте 25-ти лет, когда они закончили колледж, к примеру, у них 20 лет опыта, сколько опыта у нашего студента, который закончил колледж, никакого нету, поэтому в Америке существует интересная система, ты, почему тебя берут на работу, ну, конечно, если ты из Стэнфорда, или из Гарвард, или Беркли, допустим, вот это университет самый известный, тебя, конечно, возьмут, но если ты из обычного университета какого-то такого, ну, общего, то ты должен придавить какую-то справку, типа, о том, что ты имеешь опыт работы, а какой опыт работы ты имеешь, никакого, ты же только прямо со школьной скамьи пошел, поступил в калыче, ничего не имеешь, поэтому надо в голове иметь очень много, чтобы тебя еще взяли на работу, ну, вот такая система, то есть, разница, конечно, в образовании, разница довольно большая, поэтому здесь существует система образования, или обучения, точнее, образование, это разные вещи, обучение, образование, это разные вещи, так вот, значит, вот это вот образование, еще раз, оно абсолютно разное, то есть, по моим, по моему определению, как я это вижу, до восьмого класса намного опережает советское образование, ну, или постсоветское, как сейчас, да, намного, скажем, образование, которое детики проходят до восьмого класса в школах американских, но тут система есть, если я помню, я не знаю, как сейчас, но в пределах одной школы, одного здания мы проходили, я проучился все там 10 лет в свое время, ну, в одной школе я проучился, да, вот, а здесь нет, здесь три разные школы, elementary school, то есть первая там, я не помню, три или четыре года, потом есть middle school, средняя школа, потом есть high school, это три разные школы, три разных здания, три разных направления, в общем, другая система, и поэтому после восьмого класса начинается очень серьезными темпами американское образование, обучение, перехлестывать, скажем, постсоветское или советское обучение в плане профессионализма, в плане постижения, а в колледжи это неизмеримо больше, лучше, ну, опять же, многие, смотрят, что и для чего мы получаем это образование, потому что счастье, это совсем другая штука, как знание синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов обычно мало приносит счастья, кроме математиков, наверное, а всем остальным это как бы до лампочки, ну, кто из нас там помнит, вообще-то говоря, ну, кто-то помнит, но, тем не менее, это нам в жизни как-то мало пригождается, ну, примерно так, я хочу ответить, прости, я уже сказал, это наши вот пишут, не слышно вопросов, меня слышно, я же предупредил о том, что вопросов слышно не будет, поскольку они у меня в наушниках слышны, а у вас, друзья, они не слышны, программа записывается, еще раз повторюсь, вот, и она будет слышны и вопросы, но я буду, по характеру моих ответов понятно, какие вопросы, как, я уже отвечаю, любовь, слушай, вы математик и шахматист, именно поэтому вы обратились к ведической нумерологии, или это связано с какими-то другими причинами? Я думаю, что это связано с другими причинами, но это правда, поскольку уже то ли в первом, то ли во втором классе я решал гораздо быстрее, чем мои сверстники, поскольку меня в свое время приучали к устному счету, и, наверное, это где-то есть, в олимпиадах, у меня мысли, правда, по-другому были, я по-другому думал, в общем-то, но я помню, решал задачу одну в классе, и учительница не поверила, что я рисовал, она подумала, что я подсмотрел ответ в учебнике, поскольку в учебнике были ответы, и когда я объяснял, она очень удивилась, потому что это как бы не по возрасту, в общем, было, но это сыграло, наверное, свою роль, поскольку шахматистом я действительно, я не просто общался, я с великими шахматистами, вообще-то говоря, встречался, но не лично, конечно, я слишком нижний уровень, но в сеансе одновременной игры я играл с очень известными шахматистами, так что меня это всегда привлекало, ну, как бы комбинации, да, как и в шахматы, так и не только в шахматы, я очень неплохо соображал в преферанс, да, но это тоже меня комбинация привлекала, просто как это все происходит, анализ вот это мне больше, поэтому человек, это тоже для меня интересно, поскольку я рассматриваю человека, с одной стороны, может быть, как и модель, но с другой стороны, все-таки комбинацию, вот, скажем, я понимаю, что тут все астрологи сидят, да, но, а где душа, допустим, да, ну, вот где душа, а где понятие того, что я, что есть такие люди, которых называют дважды рожденный, дважды рожденный, ну, вот как это, вы знаете, что такое дважды рожденный человек, мне очень интересно, расскажите, не знаю, дважды рожденный человек, это человек, первое рождение, которое он получил от своей мамы и папы, да, а второе рождение, это духовное рождение, где у него есть учителя, который он решил стать на духовный путь, это определенная конфессия, конечно, это посвящение, да, это посвящение, да, это посвящение, и тогда, если он будет выполнять все рекомендации, правила и соблюдать законы, то тогда он имеет возможность выйти из-под влияния материальной природы, потому что я общался с очень многими людьми, и астрологами, и сам делал консультации, и делали мне консультации, но я теперь понимаю о том, что они довольно разные и не учитывают очень многих вещей, к сожалению, почему? А потому что здесь нету варианта, вот я получил, и мне говорили, Майх, вы вас не просчитаешь, то есть там есть люди на востоке, да, которым не надо ничего рассказывать, вот идет человек, допустим, ему диагноз сразу ставят, вот пока он идет, вот так вот был такой кушай, да, который микробиотик принес, микробиотик, да, который наш мир принес такой, вот, и у меня есть моя хорошая знакомая, в Чикаго она живет, да, и она, ей поставили диагноз четыре месяца всего жизни, ну, серьезно, экология у нее была, и она не пошла в госпиталь, как все, но это не говорит о том, что она правильно, неправильно, это мы не оцениваем, да, я просто расскажу, что она сделала, она засела в библиотеку и нашла такую методу, и она поехала, у нее были возможности, она поехала и встретилась, встретилась с этим кушай, и пока она шла от двери, а там интересная система, то есть огромное помещение и стоит стол в самом дальнем углу, короче говоря, то есть ей открываются двери, как бы по центру, она входит и она как бы так наискосок идет к нему, и пока она идет, он ей поставит диагноз, она подошла и начала ждать, что он будет спрашивать, а он начал ей рассказывать, что с ней происходит. Она, конечно, обалдела, хотя очень незавырядный человек в материальном отношении, которое имеет, тогда она имела несколько колледжей, то есть она организовала очень серьезную структуру, компьютерные там, это система там, в общем, ну, франшиза, да, по-русски, франчайз, нескольких, не нескольких, 20, по-моему, два кэмпуса, ну, или отделение колледжи, вот, и он ей все рассказал, и прошло с того времени, знаешь, сколько прошло с того времени, 20 с чем-то лет, так вообще говоря, 25 или 26 лет, из четырех месяцев, которые ей дали, и она вполне себя нормально чувствует, знаете ли, вот, ну, все это, так сказать, все это индивидуально, условно, и вот это как раз-таки тот самый момент, который трудно просчитать, поэтому в свое время меня не могли просчитать, очень многие, они просто говорили, что не получается, короче говоря, информация закрыта. Можно я уточню, я так понимаю, что есть номерологический код, этот человек живет как материальные границы в какой-то структуре, обозначенные этим кодом нумерологическим, но получая посвящение, у него есть еще один нумерологический код, который находится сверху, и он связан с датой посвящения, или это посвящение дает не дату, а дает возможность выйти за пределы первого нумерологического кода. Нет, мы как материя, мы остаемся как материя, то есть как с точки зрения нумерологии. Дело в том, что астрология, я это уже объяснял, в астрологии осталось очень много древних времен. Другой вопрос, что очень много школ. Доктор Рао, допустим, который один из самых главных на Востоке, индейец, который джортиш, вот это все, у него система образования, которую он получил посвящение, это его система, и его система там различная, потому что у них тоже есть южная система и северная система, где прямоугольнички, допустим, а где-то есть ромбики вот такие, вот да, ну условно, чтобы было понятно. Но, скажем, если говорить о нумерологии, то практически ничего не осталось. Я это объясняю, ну еще раз, это мои, так сказать, предположения, я не говорю, что это так, но я это предполагаю так, если мы знаем какие-то библейские выражения, допустим, да, то и вначале было слово, и это слово был Бог, и слово был Бог, да, и так далее, то есть слово вначале было. А каким образом слово, тогда в таком случае, мы можем трансформировать в знание, то есть вообще, это все описывается, да, но я просто не буду сейчас эту историю описывать, как это все с самого начала было, откуда пришли эти знания, но дело в том, что это вибрации, то есть не просто сказать слово, вот он сказал, допустим, Господь сказал, ну и дальше что, что для нас это, ну знаем, что это трансцендентальный звук, какие вибрации это приносит в душе, ну вот вы музыкой занимались и занимаетесь, вы же прекрасно знаете, как может звуки влиять на человека, правильно, как может влиять там бит, вот это все, рэп, или так далее, как может влиять на человека, или какая-то, то что на сегодня называют трансцендентальная музыка, идет просто определенный бит, который просто зомбирует человека, и все, то есть он просто входит в резонанс его какими-то вот этими там, сказать, внутренними там частями, органами и так далее, и он начинает трястись, как и все, то есть, то есть это вибрации, и таким же образом происходит, происходит еще раз, я не претендую на истину в последней инстанции, так это описывается, то есть я, это не я говорю, это я говорю, просто я переношу с одного места информацию в другое место, да, то есть, джотиш, это не планеты, они называются грахи, да, грахи, это небесное светило, которое мы называем, конечно, планетами, так оно, допустим, и есть, но смысл этого всего, они захватывают в плен, как граха, это захватывать в плен, да, как бы так, да, условно, они захватывают в плен наши чувства, наши мысли путем вибраций, то есть, вначале вот это слово, да, оно идет в виде вибрации, но чем измеряется, с какой-то, скажем, частота, такими-то циферками, да, они же обозначаются, правильно, частота Шумана, допустим, то есть, что такое, да, но мы только оперируем, вот частота Шумана такая, а там такая, и мы вибрируем так, а это вибрирует так, да, что за этим стоит? Это все, да, нет, это не все, то есть, вот эти вот посвящения, которые даются, то есть, дается мантра, при посвящении дается определенная мантра, и человек зовут, имя у него совсем другое, вот, я неоднократно подбирал имена людям, которые просили подобрать, потому что с точки зрения нумерологии, да, мы же не спрашиваем, вот, меня зовут Майкл Мелехов, допустим, ну, хорошо, ну, имя, так сказать, да, а почему Майкл Мелехов, да, ну, это же есть смысл, правильно, какой-то, почему не Василий, допустим, или Григорий Мелехов, да, допустим, то есть, это все есть энергия, и вот эта дата рождения, дата рождения, день, точнее, рождения, которая называется нумерологией, тоже определенным образом, потом общая дата, это день, месяц и год, это тоже какие-то циферки, это вибрации, правильно, и составляющие этих цифр, то, что называется еще дополнительные цифры, которые, из которых составляется вот эта вот матрица Пифагора, которая сей оперирует, это все, это все, другого нету, но этого очень мало, почему, потому что, этого очень мало, здесь очень многого нету, поскольку сам Пифагор не разрешал своим студентам писать заметки никакие, правильно, то есть, это уже после этого измышления, будем так говорить, студентов, да и, собственно, и больше ничего не было, а была, допустим, другая нумерология, но этого человека мало кто вообще слышал или знает, Гермес Тресмегист, или тот Атлант, да, то есть, у него была совсем другая нумерология, с помощью этой нумерологии, он на шахматной, условно говоря, доске мог управлять странами, королями, то есть, он переставил, и они, значит, один нападает на другого, знаете, как ладья напала там на короля, там шахтам, допустим, или какую-то другую фигуру, вот это было в реальности, вот такие вот вещи, поэтому, опять же, многослойный, я прошу прощения, ответ, но я пытаюсь, чтобы это было понятно, да, может быть, ну, где-то так. Майкл, меня поразил ваш нумерологический анализ моей личности. Скажите, пожалуйста, вы вообще долго работаете над подобным прогнозом, анализом, сколько времени в среднем у вас уходит на то, чтобы вынести суждение, подобно тому, которое вы вынесли, по-моему, случаю. В вашем случае это было минут 15. Вот. Ну, и как вы сказали, там было абсолютно везде, во всех отраслях, областях, было именно так. Правильно? Да, 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 я и говорю, что... Но, еще раз, этого мало, потому что консультация, то есть я всегда говорю, мы раздельны, чтобы сказку делать были, правильно? И я всегда говорю о том, что, скажем, вся информация, которую мы получаем, она абсолютно непрактична, как правило. А почему? А человек ничего не делает. Он ничего не делает. Вот он ждет, когда сбудется кто-то, что-то, вот сбудется и все, тогда он говорит, да, сбылось, да, правильно. Но не всегда сбывается, на это есть много причин. Так вот, чтобы сделать полный анализ, допустим, мне требуется уже два дня на это дело. И несколько часов. Но дело в том, что вот сколько происходит, сколько человек, астролог делает консультацию своему студенту по времени? Час, полтора? Ну, чтобы глубоко разобраться, конечно, по идее, в некоторых случаях должно уходить и больше. Сколько? Например. Час, да, в среднем может быть час. Час, нет, ну, час, два, три, четыре, да, часа? Очень разные ситуации, я думаю. А знаете, сколько раньше было по времени? Кам? Семь дней. В течение семи дней астролог рассказывал своему вопрошающему. Семь дней он рассказывал, кто он и что он. Я, когда был в Индии, в одной из поездок, меня познакомили с очень известным Джотиш. Его называют Бригу. Бригу – это высшее существо, которое где-то, ну, примерно, скажем, пять тысяч лет назад пришло на Землю, чтобы дать людям знание астрологии. Ну, или знание о себе. Вот. И он, значит, дал астрологию. Ну, когда он дал астрологию, он увидел, что вообще мало кто понимает. Ну, то есть, это как бы притча, да? Тогда он решил, а, дамка, я, я не помню, только, что было начальное нумерология или астрология, ну, неважно. Тогда он дал нумерологию, да? Ну, вроде бы попроще, ну, вроде бы там, Пифагор, там, что-то еще, типа, как у нас сейчас, да? Ну, смотрят, опять не понимают. Тогда он дал хероматию. Почему? Я сейчас расскажу, поскольку это имеет очень большое, серьезное значение. Палмыстри, это называется, да? Вот. И опять никто не понимает. Тогда он плюнул и сказал, эти неразумные люди, давайте-ка, я вам составлю все гороскопы. Сразу. Всем. И он составил все гороскопы. Всем. И назначил посвященных своих каких-то этих самых, посвященных своих, это для, дорогие друзья, для вас, астрологи, уважаемые, да, как это происходит у них там. У них там, на другой стороне. это не значит, что полтора миллиарда китайцев туда приедут, к примеру, да, и у всех будут гороскопы. Нет. Он знал, что востребованность людей, которые приедут туда, приедет определенное количество людей. И для них он составил гороскоп. И вот, представляете, я приезжаю туда, меня познакомили с этим Бриго. А Бриго, дедушка, которому тогда было где-то под 80, это уже было сколько, 15 лет назад, я не знаю, он жив или нет. Короче говоря, значит, причем он очень известный. В какой-то деревне, да, ехали мы очень долго туда, на машине. И вот туда к нему приезжают, его все знают, конечно же, да, и туда приезжал и премьер-министр Индии к нему, и президент Индии к нему приезжал. То есть, висят фотографии, к которым он давал консультацию. То есть, очень известный человек. И вот он, мы, делегация приезжает, а поскольку я англоязычный, я переводил. Там было много из мест, ну, несколько человек было из России. Короче, я переводил, да, им. Вот. То есть, я был свидетелем этих самых консультаций, да. Ну, и там сидел, он не говорит по-английски, но там сидел переводчик индусоанглоязычный, вот, с которым я до сих пор в контакте. И он нам это все переводил. Так вот, интересно, да, как это все происходит. Нам дается листик бумаги, да, листик бумаги дается. И там, ну, как я помню, в два ряда по девять каких-то там кружочков. Что-то такие непонятные там значки. И вот тебе надо из девяти этих кружочков, точнее, три ряда, и в ряду то ли по шесть, то ли девять этих кружочков. И тебе надо выбрать какой-то кружочек, да, и если ты попадешь в тот кружочек, который, в принципе, он знает, да, у тебя будет сто процентов гороскоп верен. Сто процентов. Если ты попадешь с первого раза, если ты попадешь со второго раза, пятьдесят процентов. То есть, половина может быть да, половина нет. Если ты попадешь с третьего раза, кружочек, который твой, кружочек, да, то у тебя будет двадцать пять процентов. Ну, процент вероятности того что твой гороскоп именно такой четвертого раза не бывает четвертый раз себя отправляют обратно и говорят придешь через полгода минимум полгода вообще-то лучше через год вот и вот я по а я когда ехала и не рассказали вот этого система те которые уже были до о том что тебе дадут и я начинаю медитировать короче говоря представил себе вот этот листочек который мне дадут и я себе запрограммировал тот самый кружочек который мне надо значит пальцем тыкнуть вот и когда мне дают эту штуку я носит пальцем 1000 вот кружочек на вот попал с первого раза и тогда значит что он делает ну дата рождения до имя но просто для себя дата рождениями покажи говорит руку я показываю руку он смотрит 5 секунд на эту руку потом значит что-то делать какие-то вычисления у себя и номер показывает показывает номер какой-то номер показывают этому переводчику и нам показывать номер потом значит у него там стеллаж и там папки лежат это огромные папки лежат куча папок лежат и так сказать много вот этих вот полочек и вот он снимается но из полочек по нам ну там есть какая-то нумерация снимаете показывает достаёт папку и папка на папке написан номер а до этого написал номер и показывает номера вот это то что вычислил и показал открывает папку да и начинает читать гороскоп гороскоп уже написаны давным-давно вот и он не читает мой гороскоп он не читает мой гороскоп совпадающий мельчайших деталей это невероятно дальше он читает ну со мной дальше все та же самая история была еще сколько ну всего там было две пары я переводил это четыре человека я был там женой мой был это самый так друг который как раз таки ввел к нему он уже там был вот семь гороскопов один в один эти все гороскопы это просто удивить они уже написаны представляете то есть как это совершенно непонятно но теперь-то я как бы знаю но тогда конечно я этого понятия не имел да вот она скажется удивительно майкл ведь планета все время находится в движении сочетание разное как же так чтобы он имел гороскопы на вот каждую личность на каждый момент это фантастика конечно не одна тысяча да а не одна тысяча чего у него эти гороскопов на полочке я же говорю у него гороскопы всех тех людей которые должны приехать то есть там сверху видно все кто должен туда приехать как должны приехать и так далее прослушал это невозможно было это это вот это невозможно представить но другая техника дорогие друзья я обращаюсь к нашим тем которые сейчас на ютюбе дело в том что в центре санге сейчас будет программа поэтому я прощаюсь с ними а мы здесь остаемся и дорогие друзья мы потом я выставлю эту ссылку когда мне пришлют до записи у нас идет все 1 счет я теперь не отвлекаюсь на чат вот значит уже просмотров там 500 у меня в этом чате было на этот момент вот то что мы закончили так ну вот как это все происходит это долгая история я туда еще один раз приезжал сам до приезжал я попал на сей раз я попал с третьего раза вот но попал но 25 процентов попали все сто процентов то есть все таки вероятность 25 процентов они абсолютно были короче говоря завершает рассказ этой эпопею это сюда я могу сказать о том что вот наши астрологи сколько раз делает карту одну и ту же почему ничего не меняется правильно дата рождения же остается да а почему тогда они говорят о том что надо приехать туда 14 раз то есть 14 глав вашей истории вашей книги жизни 14 а потому что все меняется то есть если вы будете сидеть на диване ничего не изменится если будете работать что-то изменится и тем более изменится если тем более вас как у меня я получил какое-то там скажем посвящение и это означает что ну вот жизнь изменилась и теперь но я как бы и близко не мог представить что я буду пить это там таким скажем так даже известным да и буду там организатором то я был я когда задал вопрос первый вопрос мой был у астрологов там тех астрологов это было как каково мое типа предназначение как обычно все спрашивают да но они пошаманили пошаманили там есть другая система там несколько систем есть вот и говорят но в школе так сказать и тут я говорю так школе так я и так в школе значит был да ну я как преподаватель я все-таки гуру так я же как бы и сам знаю мне говорят нет не так ты должен быть принципу принципу это директор то то есть ты конечно можешь знать все то что в школе происходит но ты организатор вот функции другие словами но вот примерно так майка у нас есть вопрос в чате от аллены можно назвать имя данного индийского астролога заранее спасибо как его все его называют при но его уже нету точнее он есть но это было ему уже было около 80 в 2009 году значит получается это уже 15 лет прошло поэтому сейчас через год или через два я к нему попал два раза действующий да он еще был но по-моему через год или через два он ушел и он оставил вместо себя своего внука а при мне он его называл баламутом этого внука вот этот баламут ну какой-то такой странный действительно произойденному помогал конечно да вот но наш народ использует это сегодня да я еще раз зовут его брибу ну а как его действительно имя он имеет имя конечно сейчас но это уже не то поэтому я бы не советовал вам пользоваться этим контактом там есть наверняка другие но я не знаю я давно не был уже я последний раз был там в двенадцатом году вот то есть это уже достаточно давно но сейчас этого не надо на самом деле на мой взгляд сейчас этого не надо то есть сейчас есть люди которые я до сих пор поддерживаю связь с пандитом очень известным мире известным человеком который пандиты это но посредники скажем на нашем языке между нами и высшими так сказать существами богами короче говоря они делают какие-то ведические церемонии решает много вопросов ну поэтому я прошу прощения я на память не знаю но на фейсбуке у меня есть у меня есть это все там есть как он выглядит наверное его можно найти вообще-то говоря если взять фотографию поместить то распознавать час особенно искусственный интеллект он сейчас распознает где на моей странице в фейсбуке у меня правда сейчас нет они будут давать страницу есть фотографии именно в индии там там много путешествий было да можно у вас уточнить например вы делаете нумерологический анализ и не посчастливилось за 15 минут узнать очень много интересное а вот возможно сделать что-то допустим за минуту и чтобы этот срез тоже отражал как-то вот характеристики личности вот это же не 7 дней а всего минута вот у вас есть возможность сделать вот такой какой-нибудь короткий блиц минутный прогноз для кого-то из наших слушателей это вы хотите сейчас ну нет я просто спрашиваю на всякий случай как возможность гипотетического ну попробуем если вы хотите давайте есть дата да есть дата ну сколько человек мы можем посмотреть допустим один да дорогие друзья кто первый на 1 2 3 я знаю я же не знаю кто первый напишет о написала валентина 12 12 1965 это она 12 декабря до получается вы просто пишите я надеюсь что все будут ставить мне было понятно потому что в америке ставится в начале месяц потом день давайте ставить чтобы было сразу день и месяц но вы так ставите но на всех случаях и так я не знаю конечно сейчас в это время все астрологи будут то же самое считать и делать но я вам скажу я у меня другая другой подход другая система еще раз и это пока не астрология у меня нету так карт никаких вот и программами типа сотис я не пользуюсь хотя есть это у меня но просто так быстрее будет короче говоря то есть что я могу сказать вы на валентина да валентина находится под влиянием двух планет главные планеты это очень классные планеты зодиакальный знак это получается как стрелец да и это юпитер и солнце так вот основные характеристики как которые могут быть да значит ну во первых двенадцатая это троечка из всех троечек до 12 21 3 12 21 30 числа 12 самая мощная и самая лучшая комбинация для троек плане обучения и в плане в плане познания короче говоря то есть как бы человек любит учиться любит обучать в то же время да но на первом месте стоит единица и двойка на первом месте стоит солнце на втором месте стоит луна но в общем то две главные планеты под влияние которого находится это и питер и солнце то есть всегда хотят люди которые хотят занять лидирующее положение дело в том что если я с кем-то общаюсь то они просто делаю не желательно было пообщаться почему потому что я хочу во первых голос слышать во вторых я хочу иметь обратную связь так это или не так потому что здесь много нюансов конечно есть но еще раз это пока на вскидку да то есть дело в том что вы находитесь под двойным так сказать юпитером да то есть это одни одно из самых сильных сочетаний вообще так говоря во всем зодиаке то есть вы очень хорошим находитесь позиции то есть вас ждет успех на любом поприще вы всегда можете занять еще раз повторяю лидирующее положение в любой общине в любом каком-то эгрегоре да вы обладаете прекрасными организаторскими способностями особенно выступая в качестве какого-то возможно лидера общественного движения но может быть это свойственно конечно большей части мужчинам но я говорю только людям которые родились именно в это я еще не говорю конкретно про мужчину или женщину да то есть как правило еще раз вы добиваетесь серьезных результатов том чем вы занимаетесь а скажем так направление ну можно могли бы быть каким-то в строительном каком-то движении опять же это больше мужчина наверное какие-то генеральные генеральные строители лесу подрядчики поэтому по русски так это звучало я не помню вот то есть какие-то большие проекты могли бы быть вот дороги допустим железные дороги какие-то средства транспорта может быть даже какие-то корабли то есть различные перевозки какие-то промышленные предприятия да то есть если бы вы выбрали может быть какую-то государственную службу то и там бы вы достигли высокого положения то что касается вот в номерологии есть строчки и столбики так и я сейчас пока не смотрю но там есть диагональки еще и вот одна из диагональ это связано с религией ну или с духовностью не знаю так вот и вы в данном случае должны были бы наверное скорее всего иметь какие-то ярко выраженные религиозные наступности и предрасположенность к мистицизму вот то есть возможно какой-то правда другой вариант да как всегда дуальность у нас присутствует то есть или до религиозность или вообще отрицается вообще все варианты два варианта у вас есть да то есть вы могут быть каким-то даже участвовать в изданиях каких-то газет там журналах какие-то периодические знания издания какие-то очень высокого уровня могут быть журналы но скажем какого года еще раз 55 55 но тогда еще 565 65 то есть это уже на пороге значит того когда женщины уходили на пенсию в советском союзе сейчас смесили конечно но какие-то уже годы которые скажем так пожилые они такие люди могут быть ну скажем они могут терять деньги уж не знаю по какой причине а то есть все заработанное она может исчезать вот но еще раз я ну давайте я договорю а потом я объясню почему это не так может быть да вот то есть на рубеже скажем 50 лет могут измениться обстоятельства худшему но есть такие показания по ходу здоровья очень хороший в принципе организм это троечка да да значит ну и до 60 лет практически нужен в этом на этом рубеже практически ничего такого серьезного нету да конечно если вы соблюдаете правила если вы не будете соблюдать правило понятно что у вас будут проблемы но в принципе да но когда вы вы находитесь в том счастливом возрасте где надо об этом уже заботиться короче говоря потому что здоровье могут ухудшаться если вы не будете еще раз соблюдать определенное правило то есть на нервной почве могут произойти какие-то срывы и в результате этого понятно что может произойти связаны с позвоночником мозг конечности и так далее да вот но здесь много чего еще можно сказать в принципе да какие там предложить какие-то называются то упали ну то есть какие-то средства вот я нашел вот какие-то тут понимать колечки и браслетики да это все как бы не просто дань моде там или как меня это вообще никак не интересует но это каждая так сказать на своем месте на своем пальце имеет определенное какое-то значение поэтому ну предохраняет скажем так чего-то училивать какие-то другие качества и так далее это в общем то в принципе как бы возможно все да но это только одна один момент но если я буду повторяю об этом рассказывать то тогда к сожалению это мы просто займем время довольно да 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 спасибо большое да майкл можно еще одну дату и если мне скажут о том что скажем так но обратную связь короче говоря если будет ну тогда это будет наверное интереснее я могу сказать что в нашем клубе действительно лентина незаменимый человек она организовала огромную и очень значимую библиотеку для всех нас библиотека имеет отношение к издательским каким-то делам да все все правильно но так все замечательно да вроде бы да вроде бы подходит ну хорошо еще раз но я это на вскидку все дальше есть еще это 5 января а стоп отвечает валентина спасибо строительству было было и издательство но значит видите как бы совпадает да а я хоть я что хочу сказать дорогие друзья смотрите если мы этого не знаем а мы начинаем как бы все по наитию делать да но бывает человек допустим у него в программе в его программе на воплощение совсем другие показатели в частности у него какие показатели допустим рутинная работа категорически противопоказаны а он работает этим самым бухгалтера милый мой бухгалтер ну и так далее сами понимаете да то есть это рутинная работа как мы с вами понимаем и поэтому это конечно не годится никуда но если он этого не знает ну вот так поэтому здесь может не соответствовать но это дело каждого человека если вы этого не знаете то это не значит этого нет хорошо следующее вы говорите до 25 января 1962 года у нас возрастные дамы а кто мужчина женщин мужчина или женщина напишите пожалуйста это женщина это улья спасибо спасибо 25 января до 5 января 62 года вот здесь интересная дата поскольку 25 это семерочка а семерочка до семерочка это с одной стороны очень потрясающе конечно люди до семерки до это люди которые родились значит 7 16 и 25 числа и вот здесь есть много нюансов тем больше 25 января это уже искать на пороге вот мы считаем что знак другой да но еще раз сила знака наступающего и сила знака прошедшего на все таки в течение семи дней она исчезает поэтому надо считать все таки еще с моей точки как я это считаю еще с точки зрения того знака предыдущего знака но в общем то это меркурий и сатурн две планетки да и в общем то конечно нужно за одинокальный знак козерог но там можно сказать уже другой знак но в общем то универсальность которая трудно поддается определению да то есть могут быть трудности попадания скажем в то направление которое самое лучшее для вас а то есть вы пробуете в жизни наверное много каких-то дел и там и там и там и по новой все как бы и карьера и все начинаются по новой у вас да то есть там не не получается но вы очень хорошо приспосабливаете приспосабливаетесь людям к идеям до движения путешествия вот ну и скажем трудно найти место в жизни так как вот здесь понимаете вот это вот планета одна из планет меркурий это здорово сатурн вот чем дело сатурн и планета уже объедической этой самой суммарная планета эта планета кету вот но сатурн считается одной из одним из самых одной из самых главных планет и как бы на востоке то есть это очень серьезный учитель наверняка все это ну я думаю что знают и это одинаково практически и там и там но вот почему-то считается на востоке самой главной планеты вообще сатурн является в мире куда мы все попадаем после смерти но это наверное отдельная программа мы попадаем после смерти в определенное место на нижней мере это называется петри лока петри лока вот и там у нас есть два представителя и там идет как бы типа судилища это я несколько отвлекаюсь простите да судилища в каком плане значит нам нас всех будут распределять куда мы попадем в следующий раз душа куда наша попадет премьер какое тело в какое место на какую планету и так далее и вот там есть верховный прокурор который является сатурн а вершитель всего этого дела главный судья это я марат сатурн это тхар марат будем так говорить вот тхарма это предназначение то есть надо обязательно соблюдать наше предназначение или нашу программу по-русски на воплощение да и за этим наблюдают за каждым из нас наблюдают высшие существа и все наши так сказать варианты наши там телодвижения какие-то в общем то они с плюсует так плюсует сайт пески ставят минусики потом нам выдает пожалуйста документ там когда мы попадаем может другой мир вот и мы говорим вот вы собрали это 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 он говорит и не было сейчас покажем и они выводят там на экран понимаете все абсолютно все все записывается там не обязательно камера вот этого абсолютно все записывается и даже то что мы делаем под одеялом и даже то что мы думаем все это записывается а потом нам выставляется счет вот но и бывает минусы как простите больше чем плюсиков и тогда нас распределяет куда-нибудь туда короче говоря очень острый очень правда критически ум да это вот кто-то ольга да ольга да вот ну короче говоря это люди которые 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 я есть да куда-то пропала есть здесь так вот это люди которых называется разведкой контрразведка 25 числа родился президент российской федерации правильно как мы знаем это та же самая семерочка где он работал он работал в киеве вот то есть это крутой разведчик понимаете да вот эти люди часто очень и очень еще раз те которые родили 7 16 25 числа они бывают очень такие подозрительные короче говоря вот им все время кажется что на них какую-то там это самое там что-то кто-то там бочки катит и в общем они подозревают и они непонятны в детстве эти люди своим даже родителям у них очень узкий круг своих там окружения до кому не доверяют вот с кем они так сказать дружат во всеми тема не доверять но не дай бог их обманули как-то что-то все с глаз долой и сердца вон очень очень резко это короче говоря то есть расположение только на с вами да может быть только с позиции доброты и если симпатии то есть вам палец в рот не клади если на вас кто-то где-то чего-то такое то вы в ответ точно то же самое и будете то есть тем не менее тактичность отличает вас дипломатичность способности выведывать секреты то есть вами будут делиться и вы будете выведывать секреты но использовать их в моте только практических целях до литература вас привлекает до насчет чтение иногда может быть иногда вас будут привлекать какие-то науки скажем так оккультные науки в том числе кстати то что семерка это нептун вообще-то говоря хотя тут видите сатурн и но все равно есть промежуточность скажем какие-то планеты вот и к этому имеет отношение нептун но у вас все-таки очень практично да поэтому ну казалось бы да интересно но потом вы это отвергаете поскольку это непрактично непонятно короче говоря вот таким образом то есть вам надо вообще в принципе как и рекомендации вырабатывать какой-то определенный оптимизм чтобы преодолевать состояние депрессии поскольку иногда вас так сказать она захватывает да вот граха депрессия может захватывать очень экономный и бережливый да в плане денежные да вот то есть залезть в долги да боже да это никогда то есть короче говоря красить конкретные практические идеи капиталовложения да вот скажем это не для вас биткоин вот но я хотел отметить я не знаю будет ли или воздавать вопрос буду обязательно да будете да но тогда не буду говорить про финансовые когда будет тогда будет короче короче говоря вот так по поводу здоровья значит ну что это называется психологическая релаксация да то есть устранение напряжения нервной системе вы слишком остро воспринимаете все происходящее вокруг да и сама любовь тоже кстати и страдаете от своего темперамента вероятнее всего да то есть приступы кита меланхолии могут быть депрессивный вариант это я уже говорил но это будет влиять на органы пищеварения поэтому кислотность крови может увеличиваться в свою очередь а это будет вызывать боль в сочленениях и особенно кстати в коленях да но может не сейчас может позже но вот такая тенденция короче говоря конституция конечно выносливая да сопротивляемость к любым видам заболеваний присутствует ну еще раз вот это так сказать вкратце да еще да ольга вы хотели что-то сказать спасибо большое майк очень многое совпадает вот по поводу трудности попаданием направления чем заниматься вот у меня всегда были то есть я закончила потом на работу попала программистскую потом меня забросила в другой город я преподавала математику и в итоге мы попали в америку в гостом 25 лет назад и я все начало с нуля английский и искала работу потому что нужно было какую-то работу иметь и попала вот совершенно другую уже как бы делаю работу интересно и совпадает с характером то что вы описываете да склонна к депрессиям да и очень ну система такая нервная бы очень резко реагирую на какие-то события да все все очень все очень очень похоже на меня просто спасибо вам огромное не за что ну коль скоро вы в америке волком если вы захотите у любови есть мои координаты мы можем напрямую так сказать у меня в бостоне есть и подписчики нашего канала и такая марина там живется очень активная наша так сказать подписчица марина каган в бостоне но довольно большая община и собственно говоря рим идти там и так далее я сам никогда правда не был пытался один раз но не получилось вот но не теряю надежды так что если захотите потом пообщаемся спасибо с огромным удовольствием спасибо большое да да ольга хорошо майкл у вас то у нас еще да прекрасно нет я пока думаю что достаточно вопросов больше мы не задаем по датам было очень интересно просто хочется поговорить уже о вас и у вас замечательное есть достижение в виде университета познания развития личности и при этом это не единственное образовательное учреждение вы также являетесь президентом и основателем компания дельтик правильно понимать ой образовательной академии трейдинга то есть вы технический аналитик вы следовательно имеете опыт работы на бирже да сколько лет вы занимаетесь исследования работе работаем на бирже ну это была моя основная деятельность по одной простой причине я всегда считал что человек должен быть свободным во всем всегда и везде я и продолжаю считать но материальном мире мы подвержены различным видам условностями самое главное из них это отсутствие наличие как это было пропитанный шпал да а собственно наличие деле или наличие отсутствие денег абсолютно одинаково да и поэтому я перепробовал многие варианты будущие но вот только наверное знает не так просто приехав в другую страну возрасте уже так сказать не совсем юным до приехав без как бы ну простой советский инженер тут не очень так сказать нужен тем более что совсем другие как бы показатели и совсем другие технологии поэтому устроиться по профессии не так просто короче говоря было но я начал пытаться разные варианты я работал кем только не работал но вот в одной из своих профессий причем я там где я работал как бы добивался успеха но вот в одном из своих профессий я был очень неплохим риэлтором вообще-то говоря с официальной лицензией и я случайно был свидетелем разговора 2 вот риэлтора там которые тоже работали они беседовали по поводу бирже да и я мне было интересно о чем идет речь я начал спрашивать за них потом начал вовлекаться а поскольку потом выяснилось о том что это как бы на само по себе технический анализ до технический анализ то есть это графики это как раз таки тот вариант который мало кто знает потому что в любом колледже есть направление или факультета или направление чего-то финансов связано да но это фундаментальные какие-то вещи которые намного проще их можно же выбрать а здесь надо иметь и пространство мышление и как выяснилось несколько по-другому думать короче говоря начал этим заниматься это было 94 год вот то есть получается тоже 30 лет да ну и я начал совершенствоваться в этом проходил курс за курсом могу сказать что ну не знаю процентов 90 наверно или около этого это было ни о чем то есть это было просто курсы еще раз повторяю ни о чем и конечно так сказать но они стоили деньги это было очень много денег потраченных зря но по-другому нельзя было судя по всему поскольку ты никому не нужен это я шел слепую короче говоря но пару я попал ну как бы попал в ту среду где уже профессионалы вот эти профессионалы я у них обучался я у них обучался ну вот этим вещам но это были вообще-то говоря как тогда мне казалось космос да поскольку нигде их нету это 99 процентов только американцы парочку было там может быть с вообще имел из всех известных это было парочку из великобритании и с австралии парочку а так это были все практически американцы вот я у них учился и у многих я учился серьезные вещи вот ну наконец на каком-то этапе я понял о том что я уже специалист вот но и сегодня как бы меня считают я являюсь не просто так сказать вот основательным компаниям вот этой далтики я являюсь одним из двадцати четырех это вендоры или это так сказать как они называются партнеры что ли да хотя это мне абсолютно ничего не дает ну просто как бы популярность может быть какая-то все-таки это рекалием здесь так сказать имеет обращать на это внимание да вот у меня коммерческая как бы лицензия плане брокеров что в америке работают очень серьезные брокеры они никогда никого не кидают без сомнения они очень действенные то есть они очень надежные в отличие от многих других пальцами не будем указывать на кого на страны вот ну и уже более 21 года по моему я преподаю что на русском что на английском языке больше части части сейчас уже на русском языке поскольку все-таки я объяснил это я считаю что потенциал у русскоязычного человека я не хочу говорить так сказать русского поскольку сегодня у нас ну разночтение знаете как вот в связи с известной ситуацией и так далее поэтому постсоветского человека так более так сказать ну корректнее что звучит больше потенциал для познания но все равно это не просто это все равно очень непросто но зато это окупается то есть получается как платишь один раз а имеешь всю жизнь ну вот такая вещь поэтому я показываю доказываю это раз за разом вот у меня сзади вот если видны эти мониторы да значит у меня 12 компьютеров как и жмоневского там в четыре этих самых ванны и там из пасти горячая вода краны там все так вот у меня 12 компьютеров с многими мониторами да вот один монитор 49 инчи или дюймов да просто короче говоря это работа это мой инструмент но и много там я и помогаю я обучаю ну как сделать как быть свободным короче говоря вот примерно так да интересно майкл расскажите пожалуйста вы являетесь также членом не о сферной духовно-экологической ассамблеи мира честно говоря мне не приходилось раньше слышать о подобной ассамблеи что это такое чем они там занимаются и там написано не но сферная но сферная до духовно-экологическая но сферная ассамблея это имеет отношение к вернадскому козыреву и президент этой духовно-экологической ассамблеи мира любовь сергеевна кордина она бывший спикер государственной думы и она будучи спикером она выдвинула на обсуждение вот такой проект но сферной духовно-экологической ассамблеи с вставом и так далее есть сказали что это дума не уровень это не ваш уровень надо обращаться высшие структуры какие-то она деятель россии искусств и так далее оперная певица еще ко всем прочим ну и многократные там где-то там скажем профессора академик там многих там академии и так далее и ей когда-то рассказали про мою персот вот она захотела познакомиться мы познакомились стали друзьями большими да я являюсь членом координационного совета соединенных штатов вот этой духовно-экологической ассамблеи мира она имеет очень серьезный как бы статус да и на уровне организации объединенных наций где она сама выступала на уровне там ну многих других в общем-то объединений ну и это скажем речь идет но сфера это ну так космос на земля и космос то есть ну само название говорит сама за себя ну вот она сочла сказать возможным или точнее о том что я нужен там ну и мы с ней довольно часто общаемся и я и советую какие-то вещи делать и так далее ну вот что я могу сказать поэтому вы являетесь амбассадором послом мира вот такое как это случилось в вашей жизни и чем прежде не в этой роли видите свои дело в том что ну наверное лет пятому назад я не помню если точно тоже со мной решил так сказать пообщаться встретиться познакомиться профессора ярослав михайлович кмит это ректор университета савропегион это украинский университет савропегион но тогда естественно это было даже ну это было очень давно это примерно 1400 какой-то год это целое движение калицкая его называют движение да вот когда все это дело началось один из старейших колледжев в европе считается он да хотя это онлайн сегодня да его здание забрали вот но короче говоря они по линии юнеско у них было кредитование в юнеско они предложили короче говоря кандидатуру потом эту мою кандидатуру ее так сказать обсуждали обсуждали и потом решили о том что если я так желаю то они предлагают вот дать мне печетное звание вот этого значит профессора по специальностям академические специальности философия и психология я туда приезжал конкретно на мою так сказать и наугурацию это было там ну представительство там ученый советом это был который все это дело обсуждал потом это я там какую-то лекцию там прочитал в конце ну транслировалось все это дело но и вот они же предложили по их рекомендации открывается там открылась вакансия на в году там надо было так сказать ну есть вакансия на присуждение вот эти вот сказать должен ну не знаю как назвать посол да посол это мера вручением золотой звезды вот которую то связь я ношу ну и диплом вот этот вода официальный диплом ну и после этого меня занесли энциклопедию вот этого движения то есть теперь это уже не университет скажем за ну выше уровня университета это целое движение вот это ставропегион где-то вот так майкл как вы считаете вообще движение к миру но возможно без обращения к духовному нет не может быть мера поэтому я во многих программах об этом говорил и подсчитано что за много 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 сотен лет было всего там где-то я не помню кто считал швейцарцы по моему посчитали о том что было ну где-то за несколько тысяч лет протяженности было в общей сложности где-то порядка 60 лет мира спокойного не считая каких-то мелких стычек короче говоря поэтому какой мир может быть когда этот мир дуальный и в этом мире кто-то хочет было главенство кто-то хочет завоевывать себе позиции кто-то хоть хочет быть лучше круче другого человека поэтому только один вариант но там нет никакой конкуренции вообще-то говоря я могу рассказать для чего приходил господь будда очень многие у нас люди исповедуют буддийскую направленность буддийские учения но они себя во многом уже дискредитировали к сожалению да вот почему потому что ну я не беру в расчет далай-ламу потому что тут еще раз то что там у них там внутри это у них а то что до нас доходит совсем другие вещи нос две с половиной тысячи лет тому назад когда появился господь будто на земле он пришел с определенными целями о которых сегодня мало того вообще-то и знает но там были несколько целей вот так что вот я пытаюсь позиции вот этих всех до того что есть это очень там наград каких-то да вот именно об этом говорить поскольку ну если наверное дают так наверное все таки я должен соответствовать короче говоря они просто там где-то там регалии которая просто в регалии все толку с них какая разница кому не нужны если ты не пытаешься так сказать что такое объяснить как минимум майкл мы говорим с точки зрения нумерологии что есть какая-то калька какой-то код который держит человека как тиски определенных рамках границах в чем свобода в чем фатальность в человеческой судьбе как вы думаете чем свобода всем фатальность крайности до свобода есть у человека или нет или живет по какому-то четкому сценарию и это фатально это вопрос очень хороший но дело в том что если мы допустим как материя к чему-то стремимся еще раз вот господь будем пришел чтобы сказать стремиться никуда не надо вообще никуда не надо это цели быть не должно это противоречит абсолютно всему чему нас учили почему а нас учили материальности о том что нам надо чего-то добиваться всегда в жизни но эта материальность а еще раз повторяю я не проповедник да но так написано трактатах священных книгах древних книг написано таким образом о том что если мы хотим не мучиться и не страдать и не быть тюрьме после земля это тюрьма и наша жизнь как материя это тюрьма то есть мы не свободны вообще никак и ни в чем это иллюзия свободы которую мы предполагаем что у нас есть иллюзия свободы даже если каких-то вещей добились допустим да вот но еще раз надо чего-то начинать и тогда силе каждого человека все-таки это все преодолеть то есть выйти под влияние материальной природы у нас есть уровне сознания и 5 уровней сознания и зависимости от уровня сознания называется кристи кроши да вот и вот на основании вот этих вот уровней сознания мы вообще-то говоря функционируем и все функционируют каждый на своем уровне сознания но ведь у нас процесс то эволюционный должен быть и когда у нас процесс эволюционный все-таки идет то мы разумеется в этом процессе ну как-то должны что ли функционировать определенным образом правильно ну и соответственно если мы это доделаем то тогда у нас появляется возможность выйти за пределы вот этой вот не свободы за пределы этой тюрьмы для этого надо принять условия игры что ли да вот не знаю если я ответил на ваш вопрос но это все это все непросто майкл счастье вообще в этой судьбе доступно ли каждому человеку и что человеку нужно для того чтобы быть счастливым как вы думаете вы знаете был такой фильм на живем до понедельника и там был они писали сочинения дети если кто смотрел до ростовского вот там играл тихонова играл мельников то есть наоборот тихонов играл мельникова преподаватель ирины печерников и так далее и вот там был один это самый шестопалов его звали этот ученик да и вот он написал счастье это когда тебя понимают ну это с одной стороны да счастье это когда тебя понимает но подтекст какой то есть понимаете как у нас есть мы мы есть душа правильно а мы этого не знаю да и вот душа априори должна понимать другую душу поскольку они находятся в духовном уровне но материя наша материя она не подразумевает материя скажем так родство или вот это счастье поэтому счастье у нас определяется с точки зрения наших на материя да но она очень и очень недолговечна если каждый на себя посмотрит а исполнит а много ли было счастье у нас в жизни еще раз принесло ли счастье вот это вот тангенса и катангенса но наверное нет поэтому чего-то надо начинать и поэтому как мы можем пока мы не привлечем на свою сторону божественных источник тем мы вообще-то и являемся но до того момента к сожалению мы не будем счастливы то есть это будет еще раз повторяю очень как как краткосрочное такое вот счастье а на самом деле это будет не очень не очень непросто короче говоря ну я не знаю это надо проходить так сказать по каким-то частям для того чтобы это все определить до более конкретно потому что пока это общие слова я прекрасно понимаю что сейчас я говорю так сказать общими фразами но вот в университете как раз таки это и все и происходит майкл мы скоро уже наверное завершим наш эфир потому что мы уже больше полутора часов общаемся но по поводу университета есть вопросы и хотелось бы завершение вам задать вопрос 1 как давно вы основали данный университет сколько лет он существует чтобы появился университет там должны быть люди вообще-то говорят понятно да и преподаватели и студенты поэтому для начала я когда я выдержал очень большую осаду среди моих родственников скажем так и близких которые говорили одна фига тебе это надо тем более на русском языке тут столько лет живешь в америке да кто кто это вообще делает то есть не было ни единого шанса как у меня это часто бывает когда мне говорили не получится но каким-то образом всегда получалось поэтому я говорю ну пойдем увидим как она будет ну так она и была поэтому это все возникло после того как я стал стал получать образование на востоке то бишь в индии там не только индия была то есть там было и собственно я и в китае был и в японии я был я был и фиросиме и на косяке допустим да и ну во многих местах короче говоря вот но основное образование это конечно в индии и плюс еще бразилия бразилии мало людей знают что там находится в определенную месть такой духовный госпиталь духовный госпиталь но там тоже наложил довольно большой отпечаток и вот 2012 году значит я основал вот этот вот центр вначале это было сангейс радио радио по примеру тому как я вел передачи на живом радио у меня было три программы на трех станциях где я вел в реальном времени вот но я потом перешел в интернет ну и вот было такое сангейс радио радио сангейс интернет так сказать радио до 24 часа семь дней неделю вот она работала ну и потом да и стали накапливаться вот последователи подписчики сейчас 68 с половиной тысяч подписчиков это может это не так много на самом деле но я тоже вовсе таки называется довольно далеко от русскоязычной так сказать общины и самое интересное американская русскоязычная община не участвует то есть почему а потому что они считают свои многие считают своим долгом ну только почему-то говорит на английском языке ну я конечно же умеешь это понятно английском языке я предпочитаю шпарит на русском языке это долг перед родиной все таки а там родился ну так вот как вы знаете точнее как вы понимаете есть такая вещь где мы должны отдавать долги ну кто мы такие чтобы потреблять вот мы чем-то дышим правильно но это же наш долг а кто нам дал то вот а кто нам дал многое другое да господь бог то есть мы как музыка быть теоретически должны быть благодарны правильно но мы разве об этом думаем нет короче говоря вот 12 года была компания sun gates просто в интернете она появилась чуть позднее наверно в 2015 году но вот университет будем говорить так наверное 2015 года где-то есть да и там есть преподаватели которые преподают и вообще-то говоря я приглашаю всех абсолютно к участию в этих программах но много есть вариант и от открытых позиций и сколько угодно это все-таки интернет вот кроме sun gates скажем на котором вот я сегодня и вот этом бэннеры там висят допустим да там даже у меня там все то же самое на стену и передо мной висят да такие же точно да и рабочих мест сколько угодно как для студентов так и для преподавателей я неплохой продюсер скажем так свое время я стоял как-то продюсер стоял на сцене в лос-анджелесе где пятьдесят лишних лет вручали оскара до шара и на аудиторию самый большой так сказать зал среднего на штатах тогда было сейчас есть этот кодек допустим сейчас для оскара вручает но это последние там 20 лет наверно я там получал довольно серьезную награду да там тоже 10 тысяч человек за этим наблюдали поэтому ну как бы я могу вот это все но и работает надо сказать кому надо тот придет имеющие как говорится уши да услышит правильно вот так что вот примерно так майкл обычно когда у нас в россии организуется школа допустим эзотерическая эзотерического характера астрологического характера астролог который имеет определенную специализацию просто продумывают курс и это получается каждый раз творческие стихи но зависимости от того что из себя представляет человек то есть обычно в образовательном процессе присутствуют какие-то методики какие-то модели от вашей школе тоже все организовалось в творческом проекте или у вас есть какая-то структура какая-то допустим методика какая-то модель дело в том что все организовал как бы спросите за такую я но это я организовал так как я это вижу я не ошибаюсь вообще-то говоря если я вижу чё-то я и об этом говорю кто как правило так она и есть но не всегда в этом можно для начала поверить это большой долгий путь и не всегда конечно это реализовывается но как правило да поэтому сказать о том что есть какая-то целенаправленная вот как оно должно быть но я бы не сказал что на есть то есть я не сторонник каких-то вот ограничений каких-то соглашений вот то есть ты хочешь что умею сделать ну поделись когда-то был такой робин дронат аккор который сказал так сила сильного не показать что он сильнее как у нас сегодня происходит в мире а сила сильного заключается том что поднять человека на слой уровень поднять слабого к себе вот это сила сильного а у нас сегодня все любят показывать бицепс понимаете вот есть у нас телеграме такая штука и при этом написать слава ну тому или иному народу или той или иной стране понимаете ну да слава дальше как это тебе поможет объяснить вот без знаний ничего не будет то есть это мир которому не хватает знаний то что мы считаем знаниями да или образованием не является образование категорически не является образованием есть понятие обучения но это не образование образование это построена на образах от этого слова идёт образование а мы созданы по образу и подобии того бога но не будем я еще раз я не вкажу какие-то религиозные вещи они проповедник да но тем не менее если да это так а бог как бы знает все правильно ну тогда и мы должны знать все раз мы созданы по образу и подобию то есть образование но как легко заучить допустим у нас взрослый человек он как он что он делает он зубрит он учит допустим язык а почему дети не учат языки они что зубрит что ли not к таблицу умножение до люди зазубрили помогает это или нет я помню что работал на заводе когда-то в америке да и вот значит там на заводе там детальки пришли но и там был американец которым мне нужно было молодой там парень какой-то с которым не надо было вместе разобрать эти детали но его значит мы открываем там коробку а в коробке ли там ячейки такие да и в каждом там по три детальки какие-то да но их надо было вытащить и посчитать правильно неправильно да вот значит он считает так три там две там пять нужно все складывает пишет на бумажке я посчитал давным-давно и говорю там до столько и спрашивает ты математик а все же надо было перемножить там эти ячейки до ряды на это самый до 3 на 5 15 в каждом столько-то и все и сказать ему не он каждый раз прибавляет вас каждый то есть это вот такой прямолинейный способ так сказать но еще раз это так нас вот научили понимаете но тем не менее они приезжают да и они учатся языку абсолютно безграмотным правда я за чистоту правда русского языка сегодня позабывали все поэтому невероятное количество ошибок ошибка на ошибке сидят а я за этим как бы меня это как-то воротит я все-таки очень неплохо в русском языке ориентируюсь да но то есть образование нет короче говоря то есть а вот скажем заучить иероглифы очень трудно выйти выучить китайский язык но ведь это все иероглифы как домики так возьмите это самое возьмите так сказать домики эти это крыша такая это это скажем другая крыша гораздо легче запомнить это все крайне не мы нас научили по-другому поэтому к сожалению очень серьезно хромает уровень обучения теории образования я уже не говорю о божественной структуре человека да то есть это никто не проходит но духовные семинарии разве что и все а в школах такого предмета ведь нету ну вот так майкл спасибо вам большое завершаем наш эфир но все-таки последний вопрос да вы только что сказали о том что школах не проходит духовное строение человеческой личности у вас университет познания развития личности насколько важно при развитии наших личностных качеств понимать свою духовную природу и вообще возможно ли его развивать исследуя это медитативно или получая информацию в процессе обучения то есть можно ли научиться быть более духовным ну как можно ли научиться это нам присуще всем это этому не надо учиться надо скажем так всего лишь это все вспомнить об этом сказал да но и еще раз дело не в этом а дело в том что до духовности далеко мы слишком часто говорим про духовность не понимаю вообще этого слова то есть мы не знаем как вести себя в грубом варианте но группы что такое группа вариант грубый вариант допустим грубое тело вот вы видите на экране я вижу на экране человека правильно это тело да это грубое тело да но у нее уже есть тонкие тела мы наверное это же представляем правильно то есть грубое тело на санскрите называется дэху а тонкие тела до материальной процессе первых элементов их 5 до 5 1 элемента земля вода огонь воздух и фирда но в китае там еще другие дерево металл и так далее вот допустим до 5 а дальше что а тонкие тела весь есть у нас есть эфирное тело у нас есть там тело там астральное есть ментальное патхическое казуальное общем откуда не взялись и кто их видит правильно до духовности простите еще очень и очень далеко поэтому надо для начала давайте не будем сейчас говорить об этом а это надо держать так сказать как за основу а потому что если мы душа так есть еще понятие сверхдуша да вот или сердце знали значит только сверхсознание вот все мы любим говорить сверхсознание а что такое сверхсознание но подсознание а что такое подсознание на пальцах а что это такое вообще-то говоря как говорит с чем это едят вот поэтому эти вещи надо изучать да я имею ввиду если мы говорим от полностью то это наш мир в котором все мы принадлежим и с этой точки зрения а духовность подразумевает то что возможно все да но мы не можем себе допустить потому что вы воспитаны на уровне догма догматическое у нас мышление и шаблонное мышление до но шаблонное мышление мало к чему мало чего даст то есть надо выбирать вот если я приехал туда вот на восток куда я приехал да и начал бы со своим так сказать уставом чужой город как говорится и начал бы им рассказывать как надо себя вести как надо жить ну чтобы мне чтобы я вообще тогда узнала ничего правильно поэтому я просто брал и слушал да это противоречило всему то чему меня учили а как бы я тогда это узнал если я стал противоречить да всему нет а у нас какая система нет я не согласен почему у нас так научили а вдруг на ошибаются люди явно прощая не расскажу историю интересную историю до которая говорит об это когда люди перестали верить во все дело было вот как аристотель аристотель но какой-то да вот все люди они приходили и аристотель там ну скажем раз в неделю по воскресеньям он давал какие-то лекции и собирался весь город собирался вот слушать его лекции аристотеля и вот один раз там он заявил такую вещь и все верили и вот один раз аристотель заявил ну я не знаю это может какая-то шутка но эта история действительно описывается и он заявил а у мужчин есть во рту 32 зуба а у женщины 30 ну все услышали все все классно все и вот утром на следующий день утром одна дама она вдруг чистила зубы понимаете и смотрит ей показалось у нее больше зубов короче она она начала их так сказать считать один раз посчитала 32 она страшно удивилась думала что она неправильно почитал начала еще рассчитать 532 она тогда берет последний фонд окнать вот звонить свои там и говорит слышь маша говорит да и говорит ты была у аристотеля на этом все она говорит все были без городу она говорит он сказал что у женщин 30 зубов она говорит да так вот у меня 32 она говорит быть не может ты ошибаешься она говорит 5 раз пересчитала 5 раз вот хочешь пришли фотку пришли вот так говорит не верю она говорит иди посчитай она говорит аристотель сказал да быть такого не может ну иди ну почему она послать читать выходит и говорит удивило ну они в зубе так сказать она смотрят и показывает ну 32 короче говоря они поняли что он их дурит тех пор люди перестали верить дурит дурит нашего брата очень было интересно майкл сегодня с вами общаться и пишут в чате фарида пишет благодарю за встречу ольга пишет спасибо огромное за интересную встречу мария спасибо большое очень познавательно иän пишет спасибо большое очень вдохновляющим майкл спасибо вам большое правда было и интересно и вдохновляющее и познавательно и очень было радостно увидеть такого человека реализовавшего себя во многих областях жизни. Мы очень желаем вам еще больших реализаций. Продолжают писать благодарности. Валентина пишет познавательные, интересные, много восклицательных знаков. Спасибо вам. Я благодарю вас. Я благодарю всех присутствующих. Я буду надеяться, что это не последняя встреча, поскольку если я буду рассказывать, сказочник, понимаете? Я помню всегда рассказывал, меня называли сказочник. Фантазер Ярослав меня называл. Короче говоря, но тем не менее, с помощью Астрогеоклуба я надеюсь, что мы еще больше усилим позицию и образование людей, поскольку я все-таки они могут быть какие-то разные варианты, подход. Но в принципе в своем это абсолютно одинаково. И это именно то, что надо каждому. Я когда-то говорил, когда мы беседовали о том, что у меня идея посадить в каждый роддом пастролову, понимаете? И не выпускать мамаш, понимаете, с детьми, пока ему не сделают гороскоп. вот. Поэтому давайте притворять в жизнь эту идею. И тогда мир будет лучше. Вот в чем дело. Понимаете? Все будут знать. А так кто в лес, кто под рова. Слушайте, у меня мои детки, понимаете, они совсем не там учились. Чего не учились тогда, если они не работают по специальности? Там племянница моя одна. В общем, все не туда абсолютно. То есть вот вам, понимаете, учение затрачено на хрен знает сколько денег, простите, среднее образование стоит в Америке 200-250 тысяч долларов. Представляете? То есть это же надо где-то найти полмиллиона долларов, чтобы двух этих самых отпрысков своих обучить где-то. Ну, где ты возьмешь тогда такие деньги? А что, они больные, что ли, вот эти вот как их называют америкосы, да? уничижительными именами. Кстати, очень неправильно. Вот. Нет, вы знаете, оказывается, ну, долг. Вот. Это такая вещь, и все его соблюдают. И вы знаете, и все как-то нормально себя чувствуют, и все живут нормально. Вот. Другой вопрос. Тут, конечно, много нюансов. Еще раз, можно говорить очень много. Давайте мы тогда действительно на этом закончим. Все устали. Это я могу говорить еще. Я и так провел тут сегодня три программы, но я могу говорить еще пару часов. Вот. Встаю я очень рано, поэтому пользуйтесь, друзья. Найдете вы меня в Телеграме, вот Любовь уже знает, как найти. И там в Телеграме штук 20, наверное, каналов есть в разных направлениях. Только одних финансовых пять или шесть. Вот. А остальные тоже по разным направлениям и так далее, и так далее. Там действительно интересные вещи происходят. Люди очень интересные. Так что я надеюсь, что вы тоже подсоединитесь и покажете себя во всей красе. В следующий раз, Любовь, я буду вас, так сказать, мучить. Хорошо? Договорились? Я знаю, что вы крутые специалисты, то есть даже вообще вопросов нет. Спасибо. Поэтому мы встретимся еще. Всего доброго, дорогие друзья. Да, и напоследок еще один комментарий от Ольги. Почтение вашей энергии. Так что вами восхищены, Майкл. А, благодарю, да. Аудитория, спасибо вам. Вы знаете, несмотря на то, что вот столько, так сказать, времени и все, и встаю я до 4 утра. Ну, знаете, кто рано встает, тот ему что-то дают. Короче говоря, вот постоянно что-то дают и дают. Так, дело в том, что там есть энергетический, скажем так, посыл, с которым мы можем заряжаться. Вот я оттуда заряжаюсь, поэтому я не устаю, несмотря, так сказать, на свой паспортный возраст. Майкл, еще одну секундочку. Как вы относитесь к Белой Луне? Вы знаете, есть такой показатель Белая Луна. Да. Этология. Вот землеточки вашего места рождения включают Белую Луну, а Белая Луна, она считается таким духовным показателем и показателем везения. Так что, дорогие друзья, да, с изменением это землеявность с Белой Луной. Ну, мы с вами отдельно на эту тему еще поговорим. Ну, что ж, я... Да. Ну, еще раз повторю, это, так сказать, исходная данная, это фундамент, он должен быть. Поэтому карта, она обязательно должна быть все-таки фундаментом, да. Без нее вообще никуда. Ну, много нюансов, безусловно, но вот я надеюсь о том, что будете просвещать наш народ. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Всем пока-пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok